The Last Flame Нанимайте особых героев, сражайтесь со смертельными боями, собирайте и создавайте мощные снаряжения, открывайте и создавайте уникальные синергетические сборки. The Last Flame – это бесконечный аркалайк автобаттл, в котором вы ведете праведную группу героев через множество испытаний. Кстати говоря, эту игру я моментально добавил в избранную. Игра выполнена в шахматном, как можете посмотреть в стиле. Перед каждым боем нам нужно расставить юнитов для атаки на врага. Да, кстати говоря, это еще и рогалик, плюс добавок. Юниты после начала хода сами будут все делать. Их, кстати говоря, можно экипировать, и после каждого уровня можно выбирать бонусы различные для своих героев. Героев также можно и менять, если у вас большее количество чем можете поставить. здесь есть маги, воины, ассасины, хиллеры. Короче, полный набор. И у всех приятные анимации, хорошие спецэффекты. Враги – тут тоже красиво и интересно сделано. Вообще, игра довольно таки, могу сказать, неплохо оптимизирована. И довольно интересна. Ну да, мы в принципе выбираем себе по какому маршруту пойдем на карте, так же как и в любом другом, как говорится, рогалике. Ну, не в любом другом, но ладно. И каждая точка в маршруте, там разные цепочки, это может быть арена со врагами, может быть магазин, может быть лагерь. Да, все зависит от выбранного нами маршрута. Может быть там группа с боссами довольно сильными. А эти юниты, если есть хоть один на поле боя после уцелевшей, то все воскрешаются в следующем бою и восстанавливают свое ХП, что тоже, честно говоря, немаловажно, потому что есть игры, которые не позволяют вам это делать. Да, в игре, кстати говоря, много тактики, и я надеюсь, что ее сделают намного лучше. Ну, вообще при выходе буду ждать и надеяться, но хотя я такие игры встречал похожие, не такие конечно тактически интересные, хотя может они уже вышли, я давно не смотрел. На андроид, как правило, есть очень большое количество похожих игр, где именно тактика идет по врагам.